А когда Кадукину разозлить, это все. Она идет через головы. Женщина с детдомовской закалкой, так отзывается Татьяна Кадукина и ее соседка Валентина. Дружит со звездой, попросившим у Медведева воду больше 15 лет. Сблизила общее дело. В далеком 2004-м месте добивались бесперебойной подачи горячей воды. На связи постоянно, если нет времени зайти в гости, спасает телефон. Всегда есть, что обсудить и даже поспорить. У нас взгляды расходятся с теми, что, допустим, управляющая компания делает не все добросовестно. По сравнению с другими управляющими компаниями, эта компания все равно в нашем доме очень много сделала. Это сейчас Татьяну Кадукину знает, как бойкую, сильную женщину. А в детстве она была очень ранимой. В шесть потеряла маму. Тянуть восьмерых детей отец не мог. Малышей отдали в детский дом. Там было плохо, не доедали, а сладости вообще были на весь золото, вспоминает Татьяна. «Брат заболел у меня, я помню. И, вы знаете, а он говорит, я конфет хочу или пряников хочу. А я говорю, сейчас принесу. А как ты возьмешь? Я говорю, не твое дело. Прихожу, говорю, вот так и так брат заболел. Дайте мне там конфеток или пряников ему. Ну и все, принесла его, накормила. Он довольный был, конечно». А еще там зарубили ее мечту. «Я так хотела на фото-пиане учиться. Но мне, ну видите, там, если к каждому подходить индивидуально, то, конечно, денежных средств, которые выделяли государство, ну не хватило». Вместо музыкалки работают на комбикормовом заводе в Алтайском селе Повалиха. Долгие годы Татьяна скиталась по съемным квартирам, сидела впроголодь, денег не хватало. Только после узнала, что детдомовским полагается жилье. Через суд дали. То самое, в селе Санниково. «Отойдите! У нас три года уже нет горячей воды». Эффект Медведева сработал. Воду дадут в сентябре этого года. Кстати, Татьяна за Медведева рада. Говорит, пошел на повышение. Она всегда следит за новостями. Послание президента смотрела с пристрастием. «Я рада, что на ребенка первого будет вот этот материнский капитал. Вы знаете, выходит так, я не понимала никогда правительство, то, что если первый ребенок рождается, он что, не ребенок?» А несправедливость Татьяна не любит. Борется с ней. Поэтому мечтает выбиться в депутаты. С чего начнет, знает. «Пока просим, чтобы убрали вот эти провода на детской площадке. Может быть, сейчас услышат и все-таки уберут вот эти вот столбы и линии». Забота о ближних – все, что и осталось. Муж Татьяны умер, а дочь и внуки живут в Барнауле. Одиночество переживает остро. Поэтому, кроме депутатства, думает о помощи сиротам, которой у нее самой никогда не было. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.